Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня, как вы поняли из названия, у нас будет влог. И как раз я немножко хочу с вами поболтать. Вообще спросить, как у вас дела. И наконец-то у меня появилась возможность записать видео, потому что мама забрала льва к себе на несколько часов. Так как он теперь не ходит в садик из-за того, что у нас карантин, у меня возможность съемки просто сократилась в два раза. Так что я прям на радостях надела свой самый лучший пиджак. На самом деле просто в шкафу висело там, я думаю, что бы такого мне надеть. И, в общем, он попался под руку. Вот. И да, теперь мы сидим вдвоем с ним, потому что Женя в командировке. Но надеюсь, что к концу декабря он уже вернется и праздники удастся встретить вместе. Честно, вот никогда я не была подвержена такой панике, как в этом году, да, с ситуацией с этим коронавирусом, когда вообще я не чувствую никакой вот стабильности. Да, есть работа, много работы и все хорошо. Но, понимаете, это вот по щелчку может просто измениться, потому что, ну, настолько все шатко-валко. Вот. И когда еще есть ребенок, то переживания просто втройне, потому что я даже не могу спокойно спать. И на самом деле на мою психику это настолько вот прям губительно действует. Я не есть, не спать нормально не могу. Любой стресс какой-то, все, у меня сразу, вот, я не знаю, в глазах темнеет. Я, кстати, вот, например, в магазин стала ходить очень редко. Раз в три, в четыре дня. И сразу беру столько, чтобы мне потом не пришлось идти. Если раньше, знаете, любила там прийти, позалипать на какую-нибудь полку, то сейчас я просто за 15 минут все покупаю, что надо. Иногда вообще даже не то беру, потому что все это в попыхах. И бегу быстрее из магазина, потому что как только я надеваю маску, у меня сразу начинается как будто паническая атака. Сердце начинает вот так колошматить, мне не хватает воздуха, у меня сразу начинает болеть голова. И так не было сначала, то есть это появилось потом. Потому что вся вот эта ситуация, даже в магазине, когда я стою со знакомыми людьми рядом, все меня это очень сильно напрягает. И видно, что люди друг друга просто напрягают. Какие-то вот такие недобрые взгляды, поэтому, не знаю, надо заказывать доставку на дом. Вот одна моя очень хорошая знакомая, давно уже этим пользуется. А я вечно как это, в самую последнюю очередь, в общем, да. Ну, просто я люблю прийти в магазин там потрогать, поглазеть. И как бы доставка на дом немножко не то, но, видимо, ввиду этой ситуации, все-таки придется так делать. И что самое интересное, у нас сейчас маски носят практически все. Ну, очень редко можно встретить человека без маски, при том, что все равно это носит еще до сих пор рекомендательный характер, необязательный. Но вот все облачились в маске, но, тем не менее, заболевание, количество заболевших растет. Каждый день Тервисаммит, ну, это департамент наше здоровье, выкладывает количество заболевших из 700, 600, 10% в общем получается от количества сделанных тестов. Я, честно говоря, в шоке. Почему так? Люди же стали носить маски, стали соблюдать еще больше меры предосторожности, а количество заболевших растет. Вот для меня это просто загадка. Ну, я, честно говоря, ношу маску для того, чтобы другим людям было спокойнее. Ну, и, конечно, чтобы, если вдруг я заболею, не заразить никого из близких, у кого есть хронические заболевания. Вот. Так что елку в этом году, честно говоря, я так наряжала, знаете, ну, без особого энтузиазма. Во-первых, потому что Жени не было. Мы в прошлом году втроем это делали. И было так классно. Это все-таки для меня чисто семейное занятие. Но сейчас выбирать не приходится. Очень много безработных. И если есть работа, то это хорошо. Потому что, ну, семью кормить все равно надо. И поэтому Женя тоже там весь расстроен. И тоже от стресса худеет из-за того, что они рядом с семьей. Но я все понимаю, это очень тяжело. Очень тяжело. У нас как-то в один день вот касса по безработице писала, что 8 тысяч человек безработных прибавилось. В общем, короче, ситуация нехорошая. Так что не будем, в общем, о грустном. И давайте перейдем к тому, что я сказала, да, что я наряжала елку вместе с Левчиком. Ему было очень интересно. И он первую неделю вообще от нее не отлипал. Сейчас уже интерес как-то потерял. Вот. Но я купила игрушку. Очень хотела ее повесить на елку. Вот так она выглядит. Очень красиво. Но она стеклянная. Поэтому я не стала ее вешать. Боялась, что мало ли он уронит елку. Она разобьется. Мне не жалко этой игрушке. Я просто боюсь, что он может пораниться. И вот нашла вот такую вот свечку в очень красивом оформлении. Ну, конечно, я ее сжечь не буду. Она с ароматом. Не могу описать, что это. Но точно мой любимый аромат. И просто поставлю себе на стол ее. Я там сделала небольшое такое. Ну, украсила немножко, чтобы сюда заходить. И у меня праздничное настроение появлялось. Все игрушки, которые мы покупали несколько лет подряд, все повесили. Кроме вот этих вот ботиночек. Потому что помню, как одна зрительница мне написала, когда первый раз мы их купили и повесили, что есть такая примета, что если их повесить на елку, то в следующем году будет обязательно прибавление. Я отмахнулась и сказала, что я в это не верю. Но вот Левчик как раз в следующем году, после того, как она написала, появился. Так что не знаю, что с ними делать. Наверное, обратно в чемодан запру. Вот. Меня многие, кстати, после этой истории, я помню, я уже и рассказывала, спрашивали, где купить такие ботинки. Ну, я, честно говоря, покупала их, по-моему, в Пьер. Это польский магазин декора. Что-то в этом роде. Я ссылку снизу оставлю. Посмотрите, может быть, у них есть доставка. Вот. Так что они, конечно, очень миленькие, но пускай стоят где-нибудь в другом месте или в чемодане валяются. В общем, сегодня я вам покажу все, что я там наснимала. Вот. Надеюсь, у вас все хорошо. Напишите, украсили вы елки, какие у вас события в жизни происходили. Мне всегда очень интересно почитать. Вот, честно, когда у меня есть свободное время, я с удовольствием читаю комментарии. И давайте приступим к влогу. Начинаю новый влог. Я еще болею, поэтому не знаю, буду я в видео присутствовать или нет. Кстати, у Льва теперь новая комната. Это моя бывшая, потому что он туда все игрушки перетащил. И мы его спросили, ты хочешь в этой комнате, в маленькой быть? И, в общем-то, он промолчал. Ну, я так поняла, что да, потому что он постоянно в ней находился. Ему, видимо, в пространстве, где меньше места, гораздо удобнее и уютнее. Поэтому потом покажу попозже. Мы немножко там переделаем и покажу, как выглядит детская. Я уже тут открыла кладовку, потому что я хотела залезть. А сейчас достаю разные игрушки. Вот, еще немножко здесь убираюсь. Убрала все эти пылесосы. Ой, ковры, чтобы робот-пылесос пропылесосил. Это вот мой чемоданчик, который я уже несколько лет собираю. И мы туда докупаем постоянно какие-то игрушки. В этот раз я купила 5 вот таких вот шариков. Три таких велюровых. Очень красивые, прям безумные. Не знаю, здесь, может быть, не особо видно, но потом на елке покажу. Елки, которые, кстати, у меня нет. Я заказала елку с Алиэкспресс. Вот, было написано, что доставка из Франции 8 дней, но через 2 недели елка мне не пришла. Я открыла спор. И они мне написали, что якобы им елка вернулась, при том, что они мне не сказали об этом. И говорят мне, закройте, пожалуйста, спор. Это испортит нам репутацию. Нормально вообще репутацию им это испортит. А как я вообще? Зачем заведомо тогда обманывать? Говорят, подождите 15-25 дней, и елка тогда придет. А я им пишу, зачем мне елка в конце декабря, если я украшаю в начале? В общем, сейчас там с ними спорим. Они дурачков врубают. Но вот я решила... Нам пришел журнал. У нас есть вот такой вот, подоэкстра, где я обычно всякие интересные находки делаю. И вот здесь будут продаваться елки. Кстати, цены меня удивили. Вот на такую большую елку 2.10. 39.99 она будет стоить. Вот, не знаю даже почему. А вот 2.10 под номером 5, вот эта вот, она будет 90 евро стоить. Не знаю, в чем разница. По мне, эта елка тоже очень красивая. Но я, наверное, вот эту посмотрю елку. И вот эту под номером 2. Она 180, ну, 70 евро стоит. Не знаю. С 3 декабря это все будет продаваться. Все выставят. И буду смотреть. Вот. Потому что, если мне та елка придет, то я даже не знаю, что с ней делать. Может, продам кому-нибудь. Может, не знаю вообще. Зачем она мне теперь нужна, не понимаю. Они отправили ее якобы заново. И трек, кстати, тоже был тогда неправильный. Вот. А, да, теперь у меня вот эта комната. Как я уже сказала, здесь еще немножко у меня детской атрибутики. Мы не успели все переделать. Вон осталось пару детских картин. Но вот эту стенку сделали, с которой у меня обычно вещи я сюда вешаю, когда видео снимаю. Велосипед льва стоит, потому что в его комнату не поставишь. В общем, подвал не успели вынести. Так что здесь теперь больше места, и снимать удобнее как раз. Да, купила, значит, я игрушки вот такой еще взяла шар. Очень красивый. При искусственном освещении, когда будет темно, и на елке огоньки будут гореть, будет очень красиво. Вот. Все безумно прям красивые. Они, по-моему, здесь в журнале есть. Один шар 2,99. Что ли стоит? Ну, знаете, для моего небольшого города выбор достаточно хороший. Очень красивые, красочные игрушки разнообразные. Вот она, эта велюровая серия. Вот эти я не видела. Надо будет сходить посмотреть. Так что я еще бордовый, наверное, куплю. И, может быть, еще зеленый вот такой. Зеленый вообще тоже. Смотрите, какая красивая игрушка. Прям вообще как мой пуфик. Так что такие дела. В общем, сейчас еще поставлю треугольник на окно. Ну, пускай хотя бы так. И вот до третьего буду ждать. И я еще заказала с Алиэкспресс несколько игрушек. Не знаю, когда они придут. Но все посылки, кстати, которые я заказывала... Что здесь у меня спонжи как-то... А, это для рукоделия. Все посылки, которые я заказывала совсем недавно, они уже пришли. Они в моей стране. Не знаю, просто когда до меня дойдут. Вот мои знаменитые ботиночки, которых мне как-то сказали, если висят ботинки на елке детской, это значит, будет прибавление в семействе. И родился лев. Поэтому я теперь их не вешаю. Боюсь. А вдруг это действительно сбывается. Это вот у меня коньки здесь есть. Так, это из новых игрушек. Все игрушки очень хорошие. Очень качественные. И вот сколько бы мы их не вешали, все с ними в порядке. Лев их не трогает. Хотя в этом году не знаю. У него сейчас такой интерес ко всему. Поэтому, боюсь, он будет, конечно... Ну, что делать. Это ребенок и пускай трогает. В общем, главное, чтобы не разбивались. Потому что здесь есть игрушки из стекла сделаны, а не из пластика. Вот. Сейчас поставлю треугольничек и буду дальше заниматься. И, девчонки, хотела вам напомнить, как можно спрятать некрасивую ногу у елки. Ну, если она, конечно, некрасивая. Вот. Я в прошлом году эту идею взяла. И, в общем-то, осуществила. Не стала в этом году уже показывать ее. Просто это не совсем готовый вариант. Я еще буду перематывать ее. Ну, типа формировать там такой мешочек, горшочек. В общем, и получится, как будто у вас елка посажена. Вот. Мне очень понравилась эта идея. И елка так простояла. Ну, сколько там ей нужно было. Можно также спрятать. Вот у меня еще провода. Это все будет спрятано как раз вот за этим горшком из бумаги. Вообще, это просто бумажный пакет, который в магазине вы покупаете. Я его вывернула наизнанку, потому что тут был сверху некрасивый рисунок. Ну, точнее, не то, что некрасивый, неподходящий. И получается, как будто у вас елка вот посажена в горшок. Поэтому, если вдруг вам интересно, я старое свое видео прошлогоднее оставлю, где я так и делала. Если вспомнить, конечно, какое оно там точно было. И можете взять эту идею на заметку. Мне кажется, очень красиво смотрится. Ну, и вот что-то примерно такое должно получиться. Я, конечно, буду еще по-разному ее вертеть, крутить. Я внутрь положила белую шкуру. Так что там как будто снежок. И вот она немного осыпалась. Сейчас буду все пылесосить. В общем, я считаю, классная такая бюджетная идея с помощью этого пакета. И обмотала я вот, у меня бечевка тут лежит. Так что, если кому понравилось, то можете тоже брать на заметку. Потом уже, конечно, полный вариант вам покажу. Так, я сейчас показываю результат. Он еще не конечный. Я думаю, что к 31 числу мы еще что-нибудь придумаем. Это так, что получилось на скорую руку. Елка сама вот такая. Вот, как я уже говорила, заказанная с Алиэкспресс. Очень пушистая такая, прям густая, богатая елка. Она не очень большая, метр сорок, по-моему. Вот, нога, которую я спрятала в бумажный пакет. Там внутри подарочки лежат. Вот, моя самая любимая игрушка медвежонок вот этот, без которого я вообще никогда елку не наряжаю. Вот, поставила еще фонарик сюда. Олени своих золотых, которые уже осыпались мордой у них, потому что лев постоянно устраивает им какие-то нереальные бои. Вот, и сюда еще потом что-нибудь поставлю. Ну, в целом, все это выглядит вот так. Я еще даже коробку от елки не выбросила. Вот. Так что в эту комнату ходим заряжаться новогодней атмосферой. Город у нас в этом году прям порадовал елочкой. Посмотрите, какая красивая. Такая большая. И вся такая пропорциональная. Красиво украшенная. Супер. Супер. Так, и в новой комнате я теперь снимаю. Таким образом беру зеркала... Ой, беру лампу, то есть от зеркала, которое у меня вот там, потому что света мне просто катастрофически не хватает. Эта комната в два раза больше, чем моя предыдущая. Так что спасает меня только вот это. И теперь еще убираться здесь в два раза больше. Принесла сюда очиститель воздуха. Сейчас включу, пока пойду за львом, потому что чувствуется, что воздух стал такой немного пыльный, потому что сюда вещи приносила. И что еще? Ну да, потом буду вот убираться. Снимаю так, сажусь вот на эту штучку от пуфика на крышку. Рядом ноутбук у меня всегда, потому что я когда записываю, сразу карточку вставляю, проверяю, что я там записала. Никак не могу разобраться с тем, как делают девочки. То есть они сразу смотрят в компьютер, когда идет запись. И там уже себя видят. Но это нужно этим озадачиться, в общем. А сейчас я быстро буду есть. Ой, мамочки, чуть фотоаппарат не уронила. Быстро буду есть и прибираться. И побегу уже за ребенком. Потому что время уже седьмой час. Надо его забирать домой. Все-таки люблю больше, когда он дома. И он будет своими делами заниматься. А я уже дальше своими до сна позанимаюсь. Так что такие дела. А как я уже говорила, да, будем здесь делать ремонт, когда Женя приедет, если время будет. Потому что вот эту стенку, не знаю, будем перекрашивать или нет. Или так и оставить. Но надо вот детские плакаты вот эти убрать. Пока вот все мы быстро делали. Они еще остались. И пока мы только зеркало переместили. И вот эти вот крючки. Кстати, лев уронил их. И какие-то из них вот пострадали. Носорог, значит, и слон в порядке. А вот у лошадки ухо отвалилось. Очень классные вешалки. Я их, кстати, тоже на Алиэкспресс заказывала. Они сделаны из гипса. Вот. Так что могу порекомендовать. Они сейчас опять снова там появились в наличии. Как у меня много зеленого. В общем, наверное, буду влог уже сегодня заканчивать свой. И буду дальше заниматься делами. Спасибо, что были со мной. И всем пока-пока.